Первый в 2016 году случай смерти от свиного гриппа в России зарегистрирован в Ямало-Ненецком автономном округе. По информации Роспотребнадзора, вирус АН1N1 также диагностирован у десятков пациентов в Ленинградской, Ростовской, Астраханской областях и Карачаевой Черкесии. Название «свиной грипп» придумали журналисты после того, как в 2009 году была зафиксирована массовая вспышка заболевания гриппом среди свиней. Под воздействием мутации вирус в организме свиней приобрел способность передаваться и к человеку, что ускорило его распространение по миру. В Ленинском районе случая заболевания не зафиксирована. Преобладает обычная сезонная повышенная заболеваемость. Такой пока нет информации. Симптоматика заболевания свиным гриппом схожа с обычным гриппом. Включает в себя кашель, боль в горле, высокую температуру, озноб, слабость и головные боли. Иногда наблюдаются диареи и тошнота. Но жителям Подмосковья следует опасаться традиционного гриппа, хотя порог заболеваемости пока не превышен. Самым действенным методом является вакцинация. Но кроме этого и более простые методы. Так как это вирусная инфекция, которая передается воздушно-капельным путем, то есть избегать мест общественных. Частое мытье рук, потому что это из-за болевания передается через рукопожатие. То есть и свой собственный иммунитет влияет также. То есть нужно как-то поддерживать иммунитет. Хорошее настроение, хороший сон, правильное питание. При первых симптомах гриппа следует сразу обращаться к врачу, так как только специалист может поставить правильный диагноз и назначить эффективное лечение. Если человек заболел, самое первое, что нельзя переносить заболевание на ногах. То есть сразу нужно посоветоваться с врачом, вызвать врача и нужно начать принимать правильное лечение. Очень частая ошибка, которую совершают люди, это прием антибиотиков. Грипп – это вирусная инфекция, антибиотик просто не действует в этом случае. То есть прием противовирусных препаратов, обильное питье. В общем, прежде всего нужно обратиться к врачу и советоваться с врачом. А видновчане предпочитают народные методы профилактики гриппа. Лук, чеснок, здоровый образ жизни. Обратиться к врачам, не проявлять самого врача. Вы знаете, я сама врач, поэтому я знаю, я ем чеснок. И я вообще гриппом никогда не болела. Наталья Буслаева, Павел Игнатьев, Елена Кошелева, Видное ТВ.